записываю я не забыл про то что надо записать да так друзья я предлагаю так сегодня сделать я кстати специально посмотрел у нас 16 было голосов сегодня за 7 часов вебинара вот из них нет 16 голосов всего проголосовалось чтобы вебинар провести из них 11 были именно за 7 часов вот сейчас 7 часов вечера в пятницу у нас еще пока здесь не 11 так что будет еще заходить люди у нас так но я предлагаю как всегда я сделал некий обзор я хотел бы застолбить ситуацию который сейчас просто показать еще раз обзор на что сейчас у нас с вами есть вот потом рассказать про дейзи лаунчпад таки номика и выкуп токенов то что я знаю и потом перейдем к вопросам ответа может быть горячим каким-то темам обсуждением вот чего я не успею озвучить вы сможете спросить или какие-то свои может быть мысли высказать вот если никто не возражает чат открыть то поехали пока вы пишете в чат я открою экранчик или не пишите вот окей ну что вот личный кабинет у каждого из нас он есть кажется вот так надо сделать да вот так вот значит смотрите у нас была последняя когда встреча до 8 июня в 7 часов прошло сегодня 18 до 10 дней прошло смотрите было набрано 2 2 миллиона 341 тысяч на разработку дейзи ай то есть на 90 тысяч больше чем неделю назад даже шесть дней назад но чем 2 и когда был предыдущего дна давайте теперь посмотрим что сейчас 2 549 то есть на 200 тысяч больше за 10 дней до 341 и 549 на 208 тысяч больше то есть неплохая динамика но конечно этому способствовал промоушен до 12 числа который действовал для того чтобы вот заходят еще у нас люди для того чтобы закрыть поэссеттера старичкам тем которые давно уже с нами вот и конечно в сигнале это брала баба 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 и поэтому кучу денег принесли после этого был большой выдох то есть дня два вообще была тишина на гладь штиль такой тем более что там еще и выходные были вот сейчас сообщество оживает и вот видите поэссеттер пул нас наполняется ну конечно не стоит даже не сто восемьдесят долларов в день как это было вот накануне закрытия промоушена а помедленнее там баксов по 15 день то есть это совсем мало пока еще не ожило сообщество вот ну был лидер полон пять с половиной раз больше набирает деньги то есть это вот картина это по-моему за два дня где-то чуть меньше вот кто-то в это время выводит прибыль хотя конечно же ну может быть кому-то просто приперло кому-то надо кто-то может тестирует хотя конечно же вводить прибыль при таких при такой картине ну как-то оно обидно да то есть если бы у нас была бы прибыль то ее можно вводить моменте когда у нас минус 15 процентов где-то в среднем да то никак вот смотрите некоторые неправильно считают вот с нуля в в январе да когда 18 января деньги поступили в торговлю где-то вот здесь вот эта отметка 18 января вот здесь да то есть десятого они вообще поступили ну в течение четырех дней потом они были проще превращены в трон с некой комиссии поэтому сразу минус 2 процента было и вот здесь вот где-то числа 18 января ушло все в торговлю не восемь на двадцать двадцатого лет да за минус 10 мы словили минус 2 еще минус 6 минус 10 получилось потом плюс 27 потом плюс 10 в итоге плюс опять 26 плюс 1 опять 26 где-то было в середине мая минус словили после этого и в мае был резкий подъем где-то числа с 28 апреля и прямо по этой неделе наверное чуть меньше двух недель пошел подъем до 60 с лишним процентов доросли сейчас прибыль 26 процентов вот кто-то говорит даже минус 50 процентов ребят некорректно считать я просто сталкивался с такой точки зрения не минус 50 процентов то есть кто зашел на пике когда было плюс 50 60 до и сейчас плюс типа 26 говорят но минус 50 там с лишним процентов нет неправильно считается это где-то минус 15 процентов ну 17 по мне у кого-то в кабинете видео максимум минус да но это все равно большой минус он конечно он кстати больше чем вот этот но с такой же как вот здесь было да как вот здесь не здесь поменьше был минус вот вот этот мартовский минус очень похож на тот минус который мы сейчас словили но в марте он был критко временем где числа с 10 мая марта и примут по конец марта как раз когда у нас пошел второй старт на втором старте сразу пошло вверх там еще вверх потом еще вот сейчас у нас более длительный такой минус идет потому что где-то числа с 7 мая с 9 по моему да у нас пошел минус потом рынок ушел еще ниже мы остались на уровне потом все-таки алгоритмы посчитали что надо войти в рынок потому что он больше больше бычий чем нибудь неё слова ли сам слависловил и минус потом словили плюс как и расчитывали негативный новости порывет ована жизнь иисусный интеллект эти негативные новости не учитывают поведение дитов не учитывают вас чисто тех анализ искусственный интеллект принимаете почему мы стали сбрасывается на искусственный느 320 вот чтобы он стал учитывать эти все негативные новости и какие-то манипуляции рынком, рукотворным. Для этого нужно очень большой объем данных обрабатывать. Если вы почитаете белую бумагу Анны, она, кстати, провела огромную работу, 60 страниц белой бумаги, просто вообще обалдеть. 60 страниц трудов и сейчас она уже переведена на русский, я подчищаю там немножко редактуру, мне даже выставили срок еще один день, поэтому я завтра в субботу, в свободный день все доделаю, я только 20 страниц прочитал, я вам скажу, этот труд обалденный. Там такой массив данных нужно, чтобы искусственный интеллект отрабатывал эти все манипуляции четко, что просто офигеть, она столько времени на это потратила, она столько сил, понятно, что она в теме, но тем не менее, то есть эта белая бумага настолько взбудоражила научное сообщество. И Анна, она должна скоро выступить у нас с вами, наверное, она даже, ну, говорят, вот Илья говорит, что она выпустит видео, то есть не будет выступать, а выпустит видео. Она сейчас там оборудовала студию в новом офисе, и она будет выходить на связь час, чаще, может раз в неделю, может раз в две недели, то есть мы ее будем лицезреть чаще. Так, опаздывающих принимаю, принимаю всех, давайте, давайте. Эй, кнопочка что-то нажимается, вот прикольно. А что это не нажимается? А, вот, все, окей. Да. Вот. Ага, все. Вот, поэтому Анна скоро нам расскажет, в чем был затык. Конечно, по первый взгляд, так посмотришь, кажется, что за позор вообще, что за искусственный интеллект такой, который делает минуса. Ну, давайте с вами будем такими, ну, взрослыми, что ли, грамотными инвесторами, да, и все такое, и посмотрим, что творилось вообще на рынке. Я не знаю, в курсе ли вы, но многие трейдеры, я вот с трейдерами чаще, часто общаюсь. Сейчас в хороших минусах. В среднем трейдеры, ну, вот кто-то сам трейдит, вот, не профессионалы, где-то сейчас в минусе процентов на 40, на 50, кто в альтыпы заходили, и все такое. Вот, профессионалы, где-то на нуле держатся. Ну, вот смотрите, биток 3 месяца назад, это где-то там март, да, пошел, начал с 59, вот сейчас у него 36. То есть минус существенно, там минус 20 процентов где-то, да. Вот, пойдем посмотрим на эфир, потому что в основном в такой, в таком масштабе капиталом, как наш, можно двигать только на хороших альтах, то есть типа эфира и битка. Вот, эфир поднялся, он начал этот период с марта с 1800, а сейчас у него 2200. Ну, где-то плюс 10 процентов, да, примерно. Вот, плюс больше, плюс 15 где-то, да. Вот, что неплохо, конечно, плюс 15, но у нас-то плюс 26, все-таки надо как-то оценивать четко ситуацию, что мы выше рынка. По крайней мере, мы не теряли. Это вот нам кажется, по графику, что мы теряем в USDT, да, но на самом деле, так как в крипте, то мы в битках и в эфире заработали. Вот. Или, например, давайте посмотрим наш с вами любимый, какой-нибудь альт, тоже, который входит там, хотя в 15 крупнейших, наш любимый, какой-то трон, почему-то он здесь на 25 месте съехал что-то в последнее время. Вот, берем те же самые три месяца, смотрите, он начал 0,06, 6 центов, сейчас 7 центов. Ну, как бы тоже плюс, маленький совсем, 10 процентов, да, меньше. Вот. Хотя он был и 17 центов, и 16, вот какие фишки, понимаете? Вот, поэтому если самому трейдить, ну, кто знает, там, плюс ты выдержишь или в минус, сейчас в основном все в минусах. Вот. Это, значит, такой обзор нас с вами по трейдингу. Ждем, когда Анна выступит. Вот сейчас Анна, кстати, у нас заходит в комнату. Может быть, это Анна Беккер. Может быть. Вот, Анна, ты кто? Так, возвращаемся в личный кабинет. Теперь вот эта вот колбаса вниз. Однажды было неделю назад сбой CoinMarketCap, что-то там с USDT токеном напортачил, и мы же оттуда берем данные от Binance и от CoinMarketCap. И вот на портачил нас там расколбас пошел по отчетам. Но это длилось два часа, потом мы это исправили. И вчера у нас тоже случился такой минус. Люди все испугались, естественно. Ой, две Анны целых. Одна на английском, другая на русском. Вот. А на самом деле это был тоже сбой и тоже в данных CoinMarketCap. Ну, вот так, да? Вот этот вот минус как бы был, а на самом деле его не было, то есть это просто ошибка, ее программисты еще не начали исправлять, потому что просто другими заботами заняты. Ну, нашими же заботами, да, просто другое чинит. Или создают. Вот. Они это дело устранят сегодня-завтра, то есть этой колбасы не будет. То есть вот этого падения вниз его нет. Вот. В личных графиках какая картина? Еще опять Анна. Сколько же Анна у нас заходит? Значит, лично картина. Вот у меня 9 пакетов, 33 тысячи баксов инвестировано, сейчас 40 тысяч. 7 тысяч в плюсе 27 процентов. Но на самом деле это 5 тысяч, да, потому что 30 процентов я отдаю комиссии. То есть 5 тысяч с 33 я получил. Давайте возьмем куркулятор. Просто сделаем 5 разделим на 33, получим реальные 15 процентов. 15 процентов разделим на 5 месяцев, получаем крохи 3 процента в месяц, да, ну, как бы, мы же не за 3 процента в месяц сюда приходили в основном, правильно? Но, опять же, если мы с вами возьмем период вот этот, вот какой-нибудь, вот этот, да, вот весь, да, вот с января и по конец апреля считаем, ну, ладно, январь не будем брать, как бы там торговли не было практически, да, раз-два, два месяца, ну, конец апреля, раз-два-три месяца, допустим, первая марта-апреля. Ну, так извините, тут с минус 10 у нас стал плюс 1, ну, как бы, за 3 месяца такая картина не очень. А кто заходил здесь вот какого-нибудь числа 7 февраля, тот с нуля до нуля, то есть прибыль 0 за 3 месяца. Теперь, что нам остается сделать? Нам остается перейти на сайт Эндотека, конечно же, дисклеймер, периоды прошлых периодов, фу, прибыли прошлых периодов не гарантируют прибыли будущих периодов. Это, я думаю, мы с вами уже сто раз произносили и все это знают, но тем не менее, а на что нам еще опираться? Мы опираемся на стратегии, которые приносили Эндотека прибыль последние 4 года. Вот, и мы с вами видим, что есть периоды, вот они, да, вот торговля достаточно прибыльная. Давайте я прям зайду в систему торговли. Сейчас мы эту тему до конца пройдем, ребят, у кого наперед вопросы. Вы смотрите, начались синий график, это вопрос у нас есть на вебинаре, те, кто еще не в курсе, о чем дело, поэтому приходится повторять. Синий график, это капитализация рынка криптовалютного. Она падает, видите, с января 2018 по апрель 2019 по апрель 2019 вот падает, потом чуть поднялась, потом резко упала в апреле 2020. То есть, колбасит капитализацию крипторынка, а зеленый график, это прибыльность Эндотека, видите, она растет, стабильно, четко растет. Но вот здесь вот, вот здесь вот, в апреле 2017 рынок упал, на этом падении заработал Эндотек, видите, резко вверх пошло, а потом стал падать, рынок стал подрастать, а Эндотек эту полученную прибыль стал упускать. И получается, падал он с мая, с начала мая по ноябрь, извините, май, апрель, три месяца, ну почти, короче, полгода. Полгода падения, понимаете, полгода падения. А потом пошел вверх. Вот рынок пошел вверх, вверх, наша стратегия пошла вверх. И рынок потом резко ушел вниз, а прибыльность нашего фонда осталась наверху. Ну не нашего фонда, а вот этой стратегии, альфа топ-10, то есть это топ-10 альтов. То есть, видимо, вышли вовремя из альтов, остались на уровне, альты упали, как-то вот так, да, произошло. Причем, смотрите, прибыльность CoinMarketCap, ну если бы мы просто купили какие-то там 10 альтов, да, она не выросла до размера денег, которые были в эндотеке. Потому что вот здесь разница, и вот здесь разница, то есть вот здесь график, казалось бы, синий коснулся зеленого. Но вы не забывайте вот эту разницу учесть. То есть, синий график начал с более высокой точки, чем зеленый. Поэтому это более высокая точка надо прибавлять здесь графику, или отнимать, и получается, что синий график так и не коснулся зеленого. Вот, то есть стратегия эндотека в данном случае, она опередила графику. Но есть стратегии провальные, ну как провальные, вот смотрите, вот это, например, видите, что здесь она пошла вниз, эта стратегия. Давайте смотреть, на чем. Так, вот синий график, я уже научил вас, как это считать. Вот смотрите, в отрыве, в отрыве, то есть зеленый график все выше и выше, вот здесь тоже все, несмотря на минусы, все выше, и вот здесь вот синий график уходит вверх, а зеленый падает. А потом синий график уходит сильно вниз, а зеленый остается на уровне. То есть в итоге все равно зеленый график обгоняет, хоть он и в минусе, да, в этот период какой-то. Теперь смотрим, что за период такой. март 15-го по май, ну то есть два месяца где-то минус у этого графика, понимаете. Вот, теперь возвращаемся с вами по графику Дейзи и видим, что вот у нас с вами полтора месяца идет минус, а вот здесь было три месяца минус, нет, два, да, был подъем, почти до марта, он два месяца минус, ну, за исключением вот этого подъема небольшого, да. Вот, то есть то, что у нас сейчас с вами происходит, то, что мы видим, не является чем-то исключительным. То есть вот этот минус полтора месяца, ну, это нормальная ситуация, судя по тем графикам, которые мы видим, плюсовые истории. То есть смотрите, вот этот мы график с вами рассматривали, это стратегия бета-ци-альфа, да, ну, извините, это 225 годовых в среднем, вот, да, то есть за 4 месяца средняя, да, 27 выигрышных месяцев, 14 проигрышных, то есть 27 месяцев в плюсе 14 минусов. Берем другую стратегию, которую мы до этого смотрели. Ой, а где она? Сейчас, 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 вот она, да, вот, и ее мы рассматривали, смотрим на нее. Вот, у нее было 6 месяцев подряд минус. В итоге, что мы смотрим с вами? За год в среднем 420, вот за 4 года последних средняя годовая 420. Нас эта годовая устраивает? Устраивает, а как еще? Конечно, устраивает, потому что, даже если мы вычем 30% за успех, который на так берет, еще и пополам разделим, потому что половина уходит на каутфандинг, но тоже это некорректно так пополам делить, потому что на вторую половину мы с вами получаем переливы и акции, понимаете? Про переливы все забывают, а вот сейчас переливы было много по структуре. Вот, числа с 10 по 12 июня просто переливами была залита структура, особенно некоторым, ну, кто там повыгоднее встал, вообще повезло конкретно. Вот, и как-то мы это тоже в расчет забываем брать, понимаете? А это неправильно. Ну вот, ладно, не буду сейчас затягивать тему, я думаю, что как бы все поняли суть дела. Вот, я просто, я не хочу успокаивать, хотя я успокаиваю сам к себе, вот, я, мне неприятно видеть это вот в нашем кабинете, я думаю, никому это неприятно, но я просто беру и вот смотрю трезвым взглядом, что происходит на рынке и понимаю, что мы лучше рынка и понимаю, что в общем-то у нас не убыток, у нас прибыток. правда, если бы вы зашли там хотя бы в начале апреля, если вы зашли после Дня Победы, то, или во время Дня Победы, 9 мая где-то, примерно, то да, у вас там убытки, минус 15%, но вот здесь мы начинали с минус 10%, все, кто на первом старте начинал, да, в январе, все начинали с минус 10%, ну, извините, минус 10%, а теперь-то у нас плюс 26%, понимаете, какая картина, вот, так что нечего отчаиваться и вот эти 3% в месяц на чистые деньги, которые мы с вами посчитали, на самом деле, это не 3% в месяц сейчас пойдет плюс, ну, я в это, по крайней мере, верю, я же вижу, как это бывает у недотека, да, и надо просто смотреть на более долгий период, вот, конечно, когда есть минусы, то особо сильно не привлекаются люди, особо там, как бы, нечего показать, как будто бы кажется и так далее, но на самом деле, я вам скажу следующее, ребят, зато честно, понимаете, вот, кто платит там по полпроцента в день, по одного процента в день, они же вам ничего не покажут, что они реально делают, а потому что реально у них вот такие графики, потому что реально не бывает стратегий, которые постоянно дают плюс, мы с вами вон сколько стратегий в недотеке посмотрели, и все они грешат, что у них какие-то периоды минусов добывают, вот, сильная стратегия, здесь вот я уверен, наверняка какой-то огромнейший плюс, годовые средние, да, вот смотрите, 8344 процента, вот, за счет этого резкого подъема вверх, это стратегия эфир альфа, вот, альфа, это значит, которая шортить тоже умеет, стратегия, 8300 процентов, но извините, вот здесь период с мая 2020 года, с 1 числа прямо, по, извините, июль 12, то есть вот как, о, два с половиной месяца, два с половиной месяца был минус, вот, пожалуйста, хотя в итоге 8344 процента годовых, 32 месяца победных, но извините, 9 месяцев потерь, вот, 9 месяцев потерь, вот, поэтому, скоро у нас с вами в Дейзи, вот эти циферки тоже включатся, мы попросили как бы форсировать, и вот здесь вот отчетность, которая пока по нулям, тоже, чтобы у нас был с вами годовой отчет, исходя из текущего, хотя год еще не прошел, но в годовом, то есть, члене можно уже аппроксимировать и считать, что будет, да, вот, итоговая амплитуда, сколько месяцев убыточных, сколько прибыльных месяцев, то есть все это будет, наибольшие убытки за день, да, риск выгода, то есть, насколько соотношение это велико, вот, а еще, кстати, не все умеют считать вот эту штучку, смотрите, вот 75 лямов принесло сообщество, да, в торговлю, то есть, на больших пакетах 30 процентов торговли, на маленьких 50, 79 сейчас, 75, если 79 отнять, да, то получится 4 ляма, а откуда-то от прибыли 11 лямов, а все очень просто, 11 вычтите 4, и получится 7, вот 7 лямов, это то, что вывели как прибыль, понимаете, да, то есть, прибыль же никто не запрещает выводить, вот эту прибыль вывели уже в размере 7 миллионов долларов, из компании, вот, нихила, поэтому вот так можно считать, сколько миллионов выведено, но на этот график, вот на этот, это никак не влияет, то есть, вот, прибыль 26,46, она железно обозначена, а вот на этот график влияет, то есть, вот смотрите, вот видите, здесь минус, это не просто там, вот, минуса вот этого периода, это еще и вывод прибыли, а вот здесь, видите, минус, вот он где-то здесь коррелируется, вот с этим минусом, но мы с вами видим, что этот минус, как бы круче идет, чем этот, то есть, вот сюда может мешаться еще и выведение прибыли, тоже имейте это в виду, да, а вот здесь, вот здесь, вроде бы здесь подъем идет, а вот здесь минус идет, минус это потому, что опять же, включили возможность вывода прибыли, это было как раз где-то, там, в апреле, числа после 20-го, да, и люди стали тестить, и поэтому график пошел вниз, то есть, это не убыток, это просто прибыль стали выводить, вот, а по графику прибыльности, мы с вами видим, что здесь плюс идет, ну вот, понимаете, да, чем отличается график наращивания капитала, это просто сколько денег в Дейзи на данный момент, вот графика прибыли, и в нашем личном кабинете тоже будет два графика, это график наращивания капитала, и тоже будет график прибыли, чтобы мы с вами, не просто общую сумму видели, 27-29% прирост капитала, прибыль на самом деле больше, это просто график прироста капитала, но за счет того, что у меня как бы два этапа, вот первый этап и второй этап, да, вот на втором этапе, вот же не с самого начала, вот эта вот прибыльность, она упущена, поэтому вот в этой цифре ее как бы меньше, на самом деле она должна быть больше, но я не буду это разжевывать, дальше, значит, кто понял, тот понял, кто не понял, тому индивидуально объясню, теперь давайте, значит, с вами, последние новости по тому, что делается, и потом пойдем к DAISY токенам, значит, что у нас с вами делается, у нас с вами отчетность по юни-левелу есть? Есть. Общий износ команды есть? Нет. Вот общий износ команды, говорят, это последнее, что они посчитают, ну, вернее, будут отображать, потому что там самое сложное, что надо сделать. Значит, мы с вами видим всех людей, которые у нас в первой линии, все, сколько у них пакетов, сколько у них рефералов, то есть это мы все видим. Не буду сейчас светить, не все мне давали такое право из моей команды. Вот. Поэтому здесь как бы все есть. Видите, всего членов 4074, это по юни-левелу, то есть кто зашел четко в мою структуру без переливов. А теперь смотрим, что всего в структуре 477, а там 474, то есть 3 человека только по переливу досталось. Как-то этот график показал мне вроде 50 человек в переливе, я даже это в чат добавил, но, видимо, это была ошибка, потому что там только отчет уни-левела появился, и вот сейчас его почистили. То есть мы видим, что по переливу у меня досталось только 3 человека во всей структуре. Это гордость, это предмет гордости. Почему? Потому что, значит, у меня хорошая структура и хорошо идет раскачивание, потому что если у вас много переливов, значит, ну, вы плохо качаете сами. Значит, вы плохо подписываете по сравнению с общей статистикой, и вам начинают заливаться переливы. Ну, мы эту тему уже много раз поднимали, и все такое. Так, теперь еще у нас с вами поднимался вопрос, кто-то, Денис, по-моему, говорил, что типа вот, что на пассиве взнос Дейзи за год должен там Х2 принести, иначе это неинтересно. И вот, типа, обещали Х2. Во-первых, Х2, я не помню, что кто обещал, может, кто-то обещал, конечно. Я все время говорил, что это где-то примерно 60% годовых. Вот, видите, моя даже цифра. То есть выгода простого пассивного инвестора основные фишки маркетингового плана. Это вебинар от 29-го аж декабря, декабря. То есть с самого начала я говорил, что средняя прибыльность, на которую можно рассчитывать, конечно, я брал и рассчитывал, но на прибыльность эндотека средняя, которую мы с вами только что смотрели все, делил это пополам, отнимал от этого 30% комиссии, и на низкие пакеты получалась прибыльность где-то 60%. Но я говорю в среднем 100% годовых. То есть если вы внесли, да, и я имел в виду не на ту сумму, которая пошла в торговлю, а на ту сумму всю, которую вы внесли. То есть вы 105 долларов в пакет купили, где-то 60 долларов за год вы получите. Но на самом деле от той суммы, которую вы внесли, это 110% за год. Ну, если считать все, то 60. Но это же некорректно так считать. Корректно считать, что от половины, которая пошла в торговлю, вы получите 110%, на вторую половину вы получите переливы и получите долю в компании, вот тогда это корректно считать. Понимаете? Долю в компании тогда мы вообще даже не знали, как обсчитать. Это сейчас мы примерно представляем. Скорость, масштаб там все видно уже примерно. Но процент, доля компании, сколько будет стоить, мы потом уже тоже посчитали, у нас получилось где-то 50%. Вот в этом вебинаре этого нет. Новый вебинар советую пересмотреть Денису и вижу с ним внимательно, потому что Денис вступил недавно, естественно, 29 декабря, ты еще не был в команде, поэтому ты не знаешь, чем почем. Поэтому посмотри. Еще раз напомню, это сайт деловой.бис Дези обучающий материал. Вот первый подраздел верхний, да? Так, на этот вопрос ответил. Значит, мы с вами можем рассчитывать на, я еще раз, как я говорю, 100% годовых примерно от той суммы, которую ты внес, плюс акции компании, плюс переливы. Вот примерно так я говорю. Это без всяких дези токенов, чисто вот по эндотеку, по ситуации с эндотеком. Значит, и я абсолютно уверен, что, ну, судя по графику, по стратегиям эндотека, да, что этот минус, он вполне терпимый по среднему показателю, по количеству минусов, которые вообще, в принципе, в стратегии эндотека встречаются. Ребята, сложный рынок, его трудно угадать, многие теряют. Искусственный интеллект тоже теряется. Почему мы на него и скидываемся, чтобы он стал умнее, понимаете, проха? Вот. Ну, еще раз скажу, 60% в плюс, а теперь 26%, это не значит, что если вы здесь несли, то у вас будет минус 50%, нет, там по-другому эта формула считается, вот. То есть, стоимость токена доросла до сюда, ну, так, если, грубо говоря, да, хотя токена здесь нет никакого, ну, один доллар превратился же не в 60 долларов, а потом в 26, то есть нельзя же так считать. Один превратился в 1,6, а потом в 1,26, вот, поэтому, вот здесь другая формула расчета прибыли, это не минус 50%, нельзя проценты, разделить на проценты, знаете, надо взнос делить на взнос, то есть 1,6 и 1,26, вот 1,26 разделите на 1,6, и у вас получится эта разница в процентах. Так, ну что, к лаунчпаду что ли переходим? Где у меня лаунчпад? У всех должен быть лаунчпад под рукой, вот, сайт дези лаунчпада, вот, вот, кнопочка white paper, нажимаете ее, открывается white paper, он меньше, чем у эндотека этот white paper, но тоже длиннющий, длиннющий, передлиннющий. Читать его и носителю английского языка замучаешься, а уж там, кто по-английски не понимает, использует перевозчик, замучаешься тем более. я честно скажу, я его еще не прочитал, но как бы я тешусь надеждой, что я и так знаю информацию от основателей, как бы, ну и вот, поэтому на следующей неделе предполагается перевод дези сайта, дези лп, да, кто еще не знает, адрес сайта, дези лп. то есть, дези лаунчпад, дези лаунчпад, дези лаунчпад, вот, и его переведут на 10 языков, и white paper тоже переведут на 10 языков, сейчас эта работа идет, форсирована вся, так, в чатике вопрос, 100% прибыли, это и есть, X2, это я имею в виду, ааа, ну да, но опять же, ты же тело все не заберешь, тут половину тела заберешь, понимаешь, то есть, ну, если так говорить, половину вложенного, то есть, ты купил пакет на 100, там тело из этого 50, вот, ты его только сможешь забрать, когда будет IPO, да, вот, ты не сможешь забрать 100 баксов, ты заберешь 50, и плюс еще заберешь часть компании, потому что на вторые 50 тебе начисленные доли компании, которые будут обменены на 1, акции, эх, отсиделся себе все, да, да, вот так, да, все правильно, хорошо, что тебе понятно, так, поехали дальше, тему, закрываю чат, так, никто у нас там из гостей не выброшен, нет, все, все 14 человек здесь, дальше, 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 значит, по поводу экономики поехали, давайте разбираться, значит, у нас будет 3, 4, вернее, пресейла, так, давайте докрутим, где они, эти пресейлы, вот они у нас, 4 фазы, нажмем F5, оба, сейчас начало пошло, не так не годится, может, control F5 надо было нажимать, сейчас, ребят, подождите, сейчас, сейчас, вот, с текущим слайня, чтобы вам было комфортнее, все видеть, так, значит, общая миссия, миллиард, вот, Денис, ты, спрашивал, да, сколько, вот он, на слайде, самое первое, вторая фаза, третья, все эти слайды знают, наверное, наизусть, так, значит, смотрите, 75 миллионов токенов по 0,1 баксу, это 75, 75 миллионов, всего сообщество DAISY набрало сейчас, ну, если в трейдинг 75, умножаем на 2, это 150, вычитаем процентов 10, то есть где-то 135, 140 миллионов долларов, общество, сообщество инвестировало в пакеты DAISY, да, понятное дело, что если 140 миллионов инвестировал, то как бы 7,5 миллионов, фу, расплюнет, там за 2 часа все раскупят, вот, будет некий механизм защиты от китов, наших местных, да, ну, кто такой кит, вот вы инвестировали на, дай бог, если это вы, на 100 тысяч долларов, даже я не инвестировал на 100 тысяч долларов, на 102, я на 51, да, инвестировал, я на 51 тысячу могу купить токенов, по обросовой цене, 0,1 цент, да, всего лишь я могу, я могу полмиллиона токенов купить на эту сумму, да, то есть, офигеть сколько, вот, будет некий механизм, с помощью которого, те люди, у которых меньше пакеты, смогут купить до того, как купят киты, по цене 0,1, этот механизм сейчас разглашать, ну, не хотят основатели, ну, чтобы не было такого, что вот там киты подготовят, что-нибудь придумают, чтобы обойти этот механизм, понимаете, да, то есть, для того, чтобы защитить простого пользователя, того, который не очень много пакетов купил, вот, и таким образом у нас с вами будет, ну, не два часа, в течение которых мы все раскупим, а, ну, хотя бы в среднем сутки должны быть для того, чтобы все часовые пояса успели продрать глаза и купить, ну, хотя бы 12 часов, потому что понятно, что 12 часов, в 12 часов входит активное время у всех часовых поясов, которые только есть на земле, да, вот, поэтому вряд ли будет распродано все это за два часа, если не пустить тормозов, то за два часа 100% все раскупим, но тормоза будут какие-то, какие они будут еще раз, пока мы не знаем, это объявят, возможно, это объявят на звонке, кстати, да, будет крупный звонок, будет он у нас с вами в этот понедельник, в 4 часа по Москве, будет он на английском языке, понятное дело, мы сразу на русский основной переведем, все дадим знать, но мало вероятности, что объявят все правила вот этого торможения для китов на этом звонке, скорее всего, это будет более качевый такой звонок для того, чтобы дать новости по торкину, по токеномике, еще, еще, для того, чтобы у людей было больше понимания, как же будут удерживать цену токена, и какие будут там выпущенные проекты, и так далее, и так далее, поэтому сейчас я вам особо, ребята, много сказать не смогу, по поводу того, как будут удерживать цену токена, но какие-то основные вещи я скажу, и давайте я сейчас это сделаю, ну, для этого возьмем подходящий слайд, более-менее, вот это, да, но прежде всего я обращу ваше внимание на опять сайт деловой, на страничку Daisy Launchpad, и вот на это видео, которое второе здесь, второе, и на первое тоже, потому что первое видео, это выступление, кстати, первоклассное выступление Джереми, Джереми прям меня очень порадовал, потому что обычно он очень много под английскую аудиторию, а там любят, когда разжевывают долго и дают большие мотивации, и нам русскоязычным, так вроде в целом, это не очень нравится, нам западает фактуру, и все, вот, а он обычно мотивация, но он действительно классно качает, он знает этот рынок, он же в англоязычном рынке работает, поэтому под ту аудиторию это первоклассно проходит, потом там выступал Алекс, Мельничук, который, собственно, и делает, Daisy Launchpad, и он четко тоже раскладывал токеномику, ну, в той степени, в которой это все было на тот момент допустимо, известно, и надо было озвучить, поэтому это надо посмотреть, и посмотрите мой обзор по лаунчпадам, вообще, в принципе, какие бывают иксы, за счет чего, и все такое, и я там показываю, вот я даже здесь задаю ссылку на этот сайт, где смотреть эти обзоры лаунчпадов, и вообще разбираться в этой теме, и более глубоко изучить, ну, вообще, айдио, вот это та сфера, куда мы сейчас попадаем с нашим токеном, айдио, да, вот, какие у нее вообще перспективы этой сферы, и как часто бывают провалы в токенах. Естественно, провалы в токенах бывают чаще и больше, чем поднятие токена. Это как бы, к маме не ходи, это понятно. Я еще в институте изучал, я заканчивал государственное академие управления в Москве, что на выходе, вот, и кто ее тоже заканчивал, пишите в чат, будем знать, вот, и еще там меня учили, что по статистике, и эта статистика не изменилась, вроде за столько лет, по крайней мере, я не видел опровержений, 80% бизнесов, обычных, любых земных или неземных, там, виртуальных бизнесов, закрываются в первый же год, и только 20% выживают, а на третий год выживает только 5%, вот, конечно же, здесь все это применимо, большинство проектов рушатся, ну, или, по крайней мере, там, не добиваются какого-то успеха, значит, почему есть больше шансов добиться успеха здесь у нас с вами, чем не добиться, но сначала я дам нашему почетному участнику, а именно Илье Манину, право включить микрофон, и когда Илья посчитает нужным, мы ему разрешим это сделать, Илья, я тебе сделал соорганизатором, сейчас я только тему договорю, ты тоже врубишься, я о чем говорю, и с корректировками тогда выступишь, окей? Так, смотрите, привет, приветствую, вернее, от всех Илья, я уверен, я за всех озвучу это, очень рад видеть тебя гостем нашего вебинара, значит, смотрите, Алекс Мельничук, Юрий, которые нам с вами известны уже по выступлениям, которые у нас с вами проходили и были, они делают, они делали вообще, и поддерживают наши смарт-контракты, дейзи, я сразу хочу сказать, ребят, тот смарт-контракт, с которым мы запускались в январе, и те 11 смарт-контрактов, в итоге, с которым мы запустились, это разные вещи, и тот смарт-контракт, который не выдержан никакой критики, а именно наплыва, он не смог масштабироваться, он как бы правильно был написан, даже его аудит был сделан, не знаю, до конца или нет, вот Илья, может, нам пояснит, вот, это была совсем другая команда, с ней давно никто не сотрудничает, и все такое, Алекс Мельничук и Юрий, они делают, они сделали нам эти 11 смарт-контрактов, и 11 наших смарт-контрактов, они работают без сбоя, что мы с вами можем видеть на Tronscan, мы же с вами все транзакции, которые проходят у нас с вами, через кошельки, мы же с вами раз заходим, вот, смотрим на поступление, и заходим на Tronscan, и смарт-контракт нам показывает все эти действия, вот это все четко работает, здесь нет никаких сбоев вообще, то, что мы с вами не видим, здесь какое-то отображение в кабинете, это всего лишь отображение в кабинете, Алекс и Юрий к этому не имеют никакого отношения, это, Илья тоже поправь, если я буду неправ, это сотрудники Анны делают, вот, отображение в кабинете, это другая команда, другие люди делают, и если мы с вами не видим какое-то отображение сейчас до конца, то это просто у них руки не дошли, не потому что они, как бы, вот, не занимаются этим, или там занимаются криво, а просто потому что они еще не успели сделать все это отображение до конца, но опять же, то, что здесь есть в отображении, все работает четко, все видно, все без сбоев, все аккуратно, все классно, и красиво, вот, поэтому первое, что я хочу сказать про Daisy Launchpad, то, что команда, которая его делает, она грамотная, вот, грамотная команда, которая сделала нам наши с вами 11 смарт-контракт, которые работают без сбоев, а теперь, Илья, я, конечно, понимаю то, что ты зашел не просто так, а у тебя наверняка там куча зумов и следующие звонки, я бы не хотел тебя здесь задерживать, а дать слово сказать, потому что все обсудили и перешли к токеномике, вот, я хотел начать рассказывать, как будет поддерживаться цена токена, и начал вот как раз с команды, с того, что и Алекс, и Юрий, они уже тут 100 собак съели, как это называется, да, и знаю, как запускать проекты, и через их руки много чего прошло, вот, и может быть здесь ты больше владеешь информацией, расскажешь нам именно о той команде, которая делает Daisy Launchpad, и почему это будет не просто там какая-то площадка краудфандинговая, а нечто большее, большее, чем куча вот таких IDO, которые на рынке есть. Да, 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 всем привет, да, Леша, ты правильно абсолютно сказал, вот, последние пять минут, что я тебя слышал, под всем готов подписаться, вот, спасибо тебе, что ты такие лидерские встречи проводишь, причем не только для своей команды, это тоже тебе мое личное, персональное спасибо, я сам разрываюсь, мы бы чаще бы общались, с большой радостью, да, но просто реально, сейчас очень напряженное время, действительно, много звонков, очень много организационных моментов, вот, я скажу пару слов, во-первых, хочу, пользуясь случаем, сказать про Endotech, про Анну, да, то есть, если кабинет не доделан где-то, какой-то строчки там нет, для этого обязательно есть причина, не все так просто, потому что мы делали миграцию на смарт-контракте, там, из-за этой миграции схема техническая, она усложнилась, потому что в январе было одно на старом смарт-контракте, потом стало другое, и только из-за этого, только из-за этого, если бы с нуля все делали, то быстренько бы все делали, да, вот только из-за этого мы видим какие-то вот эти буквы, ну, буквы N, A и так далее, вот, на самом деле, основное, что хотели показывать, уже показывается, и, конечно же, будем дальше работать над улучшением кабинета, но что надо, надо сказать огромное спасибо команде Endotech, то, что если ты зайдешь в раздел Fund, хотя сейчас там, наверное, до сих пор вот это вот пике жуткое, о котором ты мне сегодня лично сказал, вот, это временные сбои, опять-таки, то есть они знают об этом, они это устранят, они не могут устранять все эти вещи быстро, оперативно, за пять минут, просто потому что, во-первых, ну, нет такой необходимости, то есть если они это сделали за несколько часов, ничего страшного не произойдет, а самое главное, чтобы были правильные цифры, правильный профит, правильный процент, и вот эти цифры правильные, если в графике где-то мы видим, вот то, что мы сейчас видим, ну, любому человеку понятно, что это глюк, любому здравомыслящему человеку, то есть не может быть прибыль 26%, и при этом, чтобы вот так вот все падало, да, то есть никто наши средства не потерял, все нормально абсолютно, очень консервативно, четко работает команда, команда Анны, вот, искусственный интеллект, здесь все нормально, это я, пользуясь случаем, сказал про Endotech, да, хорошее новое заключается в том, что в самое-самое ближайшее время уже записан ролик, мы увидим видео выступления от Анны Беккер, по-моему, все соскучились, все просят, особенно в такие моменты, когда у нас какая-то просадка есть, да, все хотят видеть Анну, что она скажет, как она объяснит, вот, потому что она заражает своей уверенностью, пониманием рынка, профессионализм, вот, этот ролик, но не на русском языке, конечно, на английском, мы увидим в самое ближайшее время, сегодня не успели, я не могу сказать про завтра, может быть понедельник даже, потому что выходные, вот, но скоро что-то увидим, что касается токена, давай все-таки, тема у нас сейчас очень горячая, это токен, мы сейчас от НДТК отойдем, от кабинета мы тоже от этого отойдем, вот, здесь все есть, все работает, оно дальше будет работать, ничего с этим не случится, оно будет только улучшаться, а вот токен, это очень горячее предложение, потому что в начале июля начнется распродажа, и она будет только один раз, она будет только один раз, и я понимаю, что кто-то может быть сомневается, кто-то думает, что токен выйдет на биржу по цене 5 долларов, и после этого обвалится, вот, у кого-то, может быть, свежи еще воспоминания о каких-то, может быть, MLM проектах, которые работали с токенами, или с квази токенами, это все понятно, вот, но в данный момент я хочу обратить ваше внимание на отличия, на коренные отличия, платформы, которые мы запускаем, и токена, во-первых, это делается абсолютно другой командой, то есть, эндотех здесь ни при чем, это делается командой профессионалов, которые огромное количество проектов запустили, огромное количество IDO запустили, и отлично знают, как делать, маркетинговые компании, у нас, кстати говоря, уже по дейзи, ланчпаду, у нас будет, со следующей недели уже массовая начнется компания в специальных сетях, там, телеграм, твиттер и так далее, вот весь этот джентльменский набор, который нужен, крипто-сообщество, он будет, вот, это помимо нашего сообщества, то есть, мы будем очень активно здесь привлекать людей, которые не вхожи еще в дейзи, но которым будет интересен концепт, и они поймут перспективы токена, дейзи токен, и вот этой платформы, дальше, мы не будем себя позиционировать, как очередной платформой, очередным тысяча первым лаунчпадом, которых на рынке и так много, и мы не будем, скорее всего, называть проекты, которые на эту платформу будут выходить, IDO, потому что IDO рынок достаточно перенасыщен, сейчас вообще крипторынок, он перегрет, и в шатком таком положении, то есть, не ровен час вообще, он может оболиться, в принципе, да, то есть, мы не знаем, он очень сильно волатилен, он нестабилен, и он сейчас явно не в стадии роста, вот, соответственно, что такое лаунчпад, бейзи лаунчпад, условный, вот эта краудфандинговая площадка, это децентрализованная будет площадка, которая будет принимать на себя после жесткой фильтрации, фильтрация будет реально жесткая, будет отбор проектов, будет принимать только самые лучшие проекты, международные, существующие бизнесы, с хорошей репутацией, с хорошим менеджментом, будет принимать, и это будет как в виде децентрализованной краудфандинговой площадки, то есть, таким образом, через децентрализованную систему смарт-контрактов, которые запустит та же команда, во главе с Алексом, техническая команда, да, мы видим, что он умеет делать, он умеет не просто делать смарт-контракты, он умеет практически в критической ситуации перестраивать архитектуру, сложную архитектуру, такой конструкции, как Дези, вот наш первый смарт-контракт, да, это человек, который проверен в бою, в буквальном смысле, и человек, который имеет штат, вот у них штат, по-моему, 20 человек, если не ошибаюсь, вот, опытные программисты, кодеры, вот, которые смарт-контракты будут писать, сама площадка, launchpad, в сентябре у нас по плану будет запускаться, да, в августе будет листинг, потом будет громкий анонс первых проектов, которые на платформу будут выходить, сам launchpad появится в сентябре, но мы его, опять-таки, скорее всего, не будем launchpadом называть, вот, продажа с июля у нас будет 10 центов, 25 центов, 50 центов, доллар, это вы слышали, естественно, не все смогут купить по 10 центов, не переживайте, если кто-то не купит даже и по 25, такое тоже возможно, и мы из таких ожиданий исходим, тоже ничего страшного, потому что листинг будет по цене 5 долларов, что такое листинг по цене 5 долларов, значит, что, когда токен выйдет на бирже, децентрализованный и централизованный, это будет несколько бирж, он выйдет по цене 5 долларов, что дальше будет происходить, спросите вы, будет ли to the moon или будет ли падение жуткое, после 5 долларов, там сразу же резко, 2 доллара, 1 доллар, все сольют эти токены и все забудут про Dezi, может быть, кто-то так думает, может быть, кто-то видел подобные аналоги, да, как выходит токены, вот, оно, конечно же, может так случиться, но это не будет в случае нашего сообщества, потому что у нас очень большое сообщество, вот Леша показывает страницу, да, где у нас 3000, вот уже прибавляется, да, я очень надеюсь, что мы наберем и 4000, и 5000 достаточно быстро, надо будет чуть-чуть еще попросить, в том числе и русскоязычных партнеров более активно поставить звездочку, вот, чтобы рейтинг поднять Dezi launchpad, потому что, ну, этот рейтинг, он не так сильно на что-либо влияет, но приятно иметь высокий рейтинг, на запуске, еще до запуска, естественно, потом будет только расти, так вот, почему Dezi токен будет расти, и каким образом это будет происходить, вот это, наверное, Алексей вопрос, который всех, всех, всех очень сильно волнует, во-первых, будет период локапа, то есть токены, которые люди будут покупать сейчас в июле, эти токены, они не станут возможны к продаже прямо с первого дня, то есть, если мы листимся, более точная токеномика будет описана, в ближайшее время, она еще составляется, ну, допустим, это будет 5% в месяц, разморозка, не могу сейчас точно сказать, может быть не 5, может быть 10, может быть чуть меньше, чем 5, это условно, но будет порционная разморозка, это значит, что не будет технической возможности резко обвалить токен, потому что не будет такого количества токенов, свободного обращения, чтобы прямо все их продать и обвалить цену, это раз, два, сам успех платформы DAISY, он будет связан напрямую с теми проектами, которые будут выходить на эту платформу, это очень понятно, будут выходить проекты топовые, будут проекты делать X-ы, держателям токена DAISY, ну, зачем нужно будет скидывать эти токены, если токены будут, по сути, тикетами, билетами, в классные инвестиции, в классные проекты, которые будут давать X-ы, так, да-да, все, не прерываю тебя пока, спасибо, да, я даже удивлен, что ты это не мог взять микрофон, а я тебя организатором сделал, а не сорок, ты сделал меня организатором, да, зачем-то, окей, так вот, дальше что еще, дальше это, большое количество людей из крипто-сообщества, которые в том числе ориентированы на долгосрок, то есть не те, которые вот прямо только купить, продать, там, слить, да, это будут люди, с чем мнением считаются, это будут лидеры мнения, это будут крипто-такие, знаешь, инфлюенсеры, которые будут приглашать людей, это будет пиар достаточно активный, и все будет позиционироваться в том духе, что если ты владеешь DAISY токеном, да, ты можешь делать стейкинг, ты можешь зарабатывать разные, разные, разные награды, разные вознаграждения, и плюс, помимо этого, ты можешь участвовать в распродажах по бросовой цене, по самой низкой цене, которая возможна вообще в этой вселенной, вот разных международных бизнесов, вот, соответственно, будем всячески приучать людей, показывать выгоду людям, что имеет смысл держать эти токены, вот, в принципе, это такой короткий ответ, я сейчас не ухожу в дебри по токеномике, Алексей, потому что мы ее до конца еще не сделали, то есть не надо спрашивать вот прямо совсем там все эти детали, но в целом примерно так, вот распродажа у нас, то есть это десятки миллионов потенциально, это будет очень короткая и очень громкая распродажа, те лидеры, у кого есть команды большие в DAISY, они смогут быстро заработать, большие чеки, потому что особенно с больших пакетов 8, 9, 10, там полностью комиссии будут воплачиваться, вот, она пройдет, и после этого мы с этой площадкой, децентрализованной по краудфандингу, мы выходим уже в открытое плавание, без каких-либо партнерских программ, многоуровневых, или еще чего-то, то есть это чисто DeFi проект, и конечно же перспектива здесь просто огромная, то есть мы ожидаем огромный наплыв, и уже очень многие к нам обращаются, огромный наплыв разных бизнесов, с разных стран, с разными фаундерами, с разной историей, с разной концепцией, потому что, по сути дела, токенизация бизнесов, мы же понимаем, если смотреть вообще развитие криптовалюты, развитие этой индустрии, она по большому счету только начинается, вообще рынок DeFi, рынок токенизации, даже рынок блокчейна, он по большому счету еще в начальной стадии, еще и регулирования как такового нету, и нам еще предстоит пройти через годы развития этого рынка, и мы, конечно, хотим занять просто достойное место на CoinMarket, и вообще на этом рынке, вот с этой концепцией, которую мы предлагаем. Очень вдохновенно, Илья, и чувствуется, что ты знаешь гораздо больше, чем говоришь, но еще пока не все можно сказать. Ну, я какие-то вещи не могу сказать, то есть я знаю, естественно, проекты, с которыми мы ведем переговоры первые и так далее, то есть там все реально, там реально очень все будет хорошо, то есть там будут проекты, в которые крупные фонды вкладывают деньги, проекты, в которые акционерами которых являются фирмы или, скажем так, в крипто-сообществе известные очень фигуры, либо известные очень бизнесы, которые я просто пока не могу это сказать, потому что, ну, мы договорились чуть попозже мы это скажем, но мы все это, естественно, расскажем, потому что, во-первых, мы в стадии переговоров еще, у нас не подписаны контракты и так далее, но со временем это точно добавит большого воодушевления, то есть это не будут шиткоины, ни в коем случае не думайте, что это будут какие-то левые токены, которые в первый месяц выйдут, обвалятся в цене и сразу же за собой потянут дези токен. Перспективы реально большие, то есть если запуск по 5 долларов, нет никаких причин, чтобы токен не рос до 10 долларов, до 20 долларов, до 30 долларов и так далее, абсолютно никаких. Если вы считаете, что если первая цена 10 центов, а на рынок выходит за 5 долларов, что вот этот спред, вот эта разница 50 иксов, это что-то запредельное, то изучите токеномику других вообще проектов, это абсолютно нормально. Компании, которые делают IDO, тоже зачастую имеют такой большой разрыв, 20 иксов, 30 иксов, 50 иксов, это абсолютно нормально. То, что у нас большое сообщество, людей, которые хотят делать краудфандинг, которые хотят обучаться токеномике, блокчейну и так далее, это, конечно, нас делает сильнее, тем более у нас оно международное. И нам еще предстоит локализация вот этой краудфандинговой платформы на местные рынки, азиатские, кстати, вот Азия очень-очень активно в этом направлении работает. У нас, наверное, самый позитивный фидбэк по DAISY токену с азиатских рынков идет. Ну, Европа тоже активна, но в принципе с азиатских рынков. Посмотрим, распродажа будет скоро. Я видел вопрос, какая защита от китов будет, от китов какая защита. От наших местных китов, которые на 100 тысяч вошли в DAISY. Да, 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 я понимаю, я понимаю, о каких китах идет речь. Просто система не позволит людям взять резко на 10 пакетов токены. Вот и все. То есть мы их не хотим... Мы не хотим, чтобы было так, что в первый день, вот только мы запустили, 75 китов налетело и по 10 центов раскупило. А люди, обычные люди, у кого 3 пакета, 5, там, 6 пакетов, кто не является китами, условными китами, что они будут сосать палец в итоге и им придется покупать в итоге по одному доллару. Киты их вытеснили со второго раунда и с третьего. То есть вот эта программа защиты от китов, мы ее продумали, потому что для нас, для нас очень важно, как и для каждого из нас вообще, для всего сообщества очень важно, чтобы каждый партнер, который зашел даже всего лишь на 100 долларов, чтобы его слышали и чтобы его интересы учитывались ровно так же, как интересы того, кто зашел на 102 тысячи. Потому что мы реально такой, как народный, массовый, децентрализованный проект. Как будет конкретно эта формула реализована, Алексей, не выспрашивай, мы не готовы, мы никому не говорим. Мы это скажем на вебинаре, прямо накануне начала распродажи. Вот поэтому просто приготовьте те средства, те ваши бюджеты, которые вы выделили на покупку токенов и ждите первого числа. В удобное, комфортное время для Москвы будет эта распродажа. И если вы что-то не успеете купить по 10 центов, понятно, что не успеют все купить, чисто математически, естественно. Ну, кто-то заснет, кто-то там заболел, кто-то... Дело не заснет, заболел. Дело не заснет, заболел. Дело в математике, что по 10 центов там всего на 7,5 миллионов будет продажа. А желающих купить на десятки миллионов. То есть ясно, что кто-то останется, ну, просто не сможет купить. Поэтому, если кто-то купит по 25, вот это вот самая важная мысль, или по 50 центов, это тоже абсолютно нормально. Вот у нас и по доллару. На публичной продаже люди вообще будут покупать от доллара и выше. И не будут переживать на эту тему, потому что листинг за 5 долларов, да, есть все равно перспективы достаточно большие. Ну, кстати, хороший вопрос Денис задал. Все мы тоже этим задаемся. Люди запасают кто-то 100, кто-то 300, кто-то 700, кто-то 1500 долларов в USDT-шек, да, в кабинет. А сколько тронов-то на каждый пакет новый готовить токены? Сколько там? Я говорю, что про тронов 30-40, вряд ли, наверное, этот смарт-контракт будет больше сжать. Может, я неправильно ориентирую? Ты знаешь, ты очень хороший вопрос задал. Я уточню и сообщу. Я реально не знаю. И тоже. Конечно же, там не 150, там не 150 будет, потому что там не будет плейсмента. Люди не будут расп... Очень много денег, вот эта энергия, чтобы вы понимали, откуда она идет. Куда, да, 140. Мы рекомендуем 150 тронов иметь, да. Это плейсмент, размещение в матрицах, в структуре, в разных этих тирах, в разных матрицах сжирает достаточно много энергии. Здесь никакого размещения не будет, все размещены. Будучи размещены, уже делают покупку просто, да, как получать в структуре. Вот. Покупку нового продукта. То есть тот смарт-контракт, который живет троном в основном, он здесь отсутствует в процедуре? Да, его здесь не будет, но при этом будут выплачиваться, естественно, комиссии. И на это, конечно же, энергия нужна будет. Потому что комиссии в рамках маркетинга, они будут выплачиваться по полной. Все то же самое. Абсолютно. Матчинг бонус, матричный бонус, прямой бонус, пейсеттерский пул, пул пейсеттер-лидеров. Вот. Алексей, я думаю, у тебя будут хорошие дни, ты как пейсеттер-лидер, гордый. Вот. Я думаю, с твоей большой структурой вкусишь хорошие комиссии из этого пула, да, в начале июля, вот как пойдет сейчас продажа. Ну, еще пейсеттер-лидер, может быть, тоже стать еще пейсеттером, пейсеттером. Конечно, конечно. Конечно, конечно, да. То есть все эти объемы, они так же платят маркетинг, как и в обычном маркетинге. Я вот начну по поводу энергии и напишу. Да, я думаю, что можно предварительно, как мне кажется, интуитивно, да, чтобы 50 токенов-то точно уже прикупить на каждый пакет. Здесь тоже пакетная система. Первый, второй, третий пакет размеров токенов, сколько можно будет купить. На 100 долларов, потом еще на 200, еще на 400, еще на 800. Вот на каждый такой пакет по 50 тронов-то точно надо приготовить. А дальше уже вот Илья уточнит. Вот. Илья, смотри, тоже вопрос правильный Денис задает. У нас Daisy Launchpad размещен на Комаркетке, но его еще пока нету вот в листе календарей. Вот если календарь, если его календарь нажать, то здесь пока нету нашего Daisy Launchpad. Это как все правильно, да? Наверное, я думаю, да. Я думаю, скорее всего, он там появится, когда будет уже точная дата. У нас еще нету даты. Не эксперт я вот конкретно по этому разделу Комаркета, но я уверен, что ребята это знают, это помнят. Ну понятно, что если он здесь залистен, то потом он появится и там. Ясно, конечно. Ясно, что это как-то контролирует. Конечно, конечно. И тем, кто еще не в курсе, ребята, вот мы эту страничку показываем, и вот эту 3263 человека добавили в Watchlist на Daisy Launchpad. От этого как-то рейтинги зависит токена на CoinMarketCap. И поэтому всем, кто сейчас смотрит, рекомендуется зарегистрироваться, здесь у них быстрая регистрация, вот, и зайти на наш Daisy Launchpad. Его можно по прямой ссылке зайти или в Search найти в поиске, да? Вот. И просто поставить этот значочек. Да, да. Алексей, там кто-то в комнату еще идет впускать людей? А, ну, пускай, пускай, да. У меня уже нет этих функций. Я не знаю, ты как-то, да, ты слишком погорячился, мне кажется. Да. Пакеты токенов входят в объем поискетра? Вот я хочу это пояснить. Не входят. Пакеты токенов не входят в объем поискетра. Да, но то, что поискетра... Но выплачивают в полы существующих поискетрам. То есть, мы не только по матричной системе, где стоит в матрицах, причем в каждой матрице по-своему, да, будем получать бонусы за купленные пакеты токенов, но еще и пейсетры, а также пейсеттер-лидеры, они будут, как по маркетингу и полагается, 1,8% и тот и тот пул будет с каждого начисляться. Вот. Вот это имел в виду Илья, когда говорил, что пейсеттерам будет тоже хорошо, когда начнутся продажи токенов. Да. Да. Ну что, мы уже находимся здесь целый час, ты здесь уже минут 20, Илья. Я думаю, что основные вопросы мы ответили, кто хотел, тот задавал вопросы в чат, тем, кто не стал еще пейсеттером. Нет, еще раз, смотри, для квалификации, Оксан, для пейсеттера никак это не повлияет токену. То есть, на маркетинг покупка токенов никак не повлияет. Покупка токенов повлияет только на получение денег по всем тем структурам, которые мы уже заняли. Вот вы, например, в первой матрице вы заняли какую-то позицию у своего лидера, пятую, шестую линию, да, а, например, в пятой матрице, если вы на пять пакетов зашли, вы заняли там первую, вторую линию у своего спонсора. И вот кто как покупает, спонсоры так с них и получают. То есть, кто как расположен вот уже в матрице, в матрице, в матрице, в матрице, так спонсоры и будут получать с уже имеющихся мест в матрице. Вот видите, вот у меня расположение. Оксан, ты где-то, может быть, вот здесь, да, вот, третьей линии. Вот, ты купишь токены, я с тебя получу 3%, да, потому что у меня в третьем уровне. Кто во втором, в первом, я 4% получу. Вот, кто ниже десятого, я не получу. Вот. А пейсеттер я при этом и не пейсеттер, это никак не влияет. Я как пейсеттер получу 1,8% с общего объема всех купленных токенов, поделенный поровну между всеми пейсеттерами, коих сейчас 445 человек. И лидершип тоже. Этот же пул делится, ну, вернее, другой пул в таком же размере делится между 6-ю и 2-мя человеками. Только не человеками, а долями. 62 человека, а долей-то у них больше. Так, и вот еще Денис спрашивает. Благодарю за ответы, будем ждать информацию про троны, количество, да, это важно, желательно до 29-го числа. Да, конечно, конечно, я прямо сейчас подошу. Прокитов, спасибо, что так, кто реально может не успеть. Ну, да, окей. Проект рассчитан и нацелен, и Анна, я думаю, что тоже сдавала этот вектор еще в декабре, когда она выступала, она говорила, что вообще идея эндотека это чтобы простой человек со своими 100 долларами имел в своем портфеле инвестиционном, пусть мы его так и громко назовем, хоть это и 100 долларов, те же стратегии, которые имеют киты, то есть которые имеют люди богатые, кто заходит с миллионом, с полутора миллионами долларов. Поэтому Дейзи подхватывает эту инициативу и, естественно, здесь все привилегии для больших, так же, как и для маленьких людей. Ну, я имею в виду не людей как таковых, а сколько у них денег в кармане. Человек может быть большой, а денег у него мало. Бывает такое у всех. Или может быть богатым карликом. Да, да, да. Разно бывает. Хорошо. Ребят, спасибо за ваш вопрос. Илья, спасибо тебе большое, что посетил наш вебинар. Ну, и я выложу его, естественно, в записи для всех. Хорошо. Всем всего доброго. Окей. Пока.